Она украла у нас 10 миллионов баксов, мам. Я могу это доказать. Это правда, Бет? Конечно нет. Я бы никогда. Вы были так добры со мной, мисс Ханни. Лидия, какие у тебя доказательства? Её отпечатки на ручке ящика с деньгами. Это вы сейчас серьёзно? Бет, иди в комнату. Я сейчас приду. Мисс, вы же понимаете, что я чисто случайно могла задеть эти ручки ящика. Бет. Хотя, знаете, лучше я съеду. Вернусь в свой дом. Бет. Вы скажите, сколько я у вас якобы украла, и я вам всё верну. И мы просто забоем друг о друге. Бет. Что? Я знаю, что ты ничего не брала. Но почему? Вы верите мне больше, чем своей дочери? Ты хороший человек, а моя дочь не очень. И от того, что она мне родная, этот факт не меняется. Ты бы ничего никогда не взяла, я знаю. Спасибо, но я лучше съеду. Ваша дочь? Моя дочь уймётся. Останься ради меня. Ты всё ещё тут? Как моя мать не видит зло, которое в тебе? Слушай, может ты во всех видишь зло, потому что сама из него состоишь? Да как ты смеешь? Ну погоди, моя мать больна. Скоро она погибнет, и я посужу тебя за воровство. Так что лучше беги. В смысле больна? А она тебе не говорила? Ей осталось не больше нескольких недель. Сегодня мисс Ханни скончалась. Через час в главном зале мы зачитаем завещание. А пока у вас всех есть время прийти в себя. Ну всё, Бет, сегодня я получу всё наследство своей матери и засужу тебя. Ты сядешь очень надолго. Бетти, почему ты всё ещё тут? Из-за угроз этой сумасшедшей я не упущу возможность попрощаться с мисс Ханни. Она стала для меня как мать. Я её так любила. Итак, начнём. Сэр, мы все знаем, что там написано. Всё получаем я и мой сын. Давайте быстрее покончим с этим, и мы поедем за покупками. Лидия, я зачту завещание, а потом делайте, что хотите. Это моя работа. Начинайте уже. Мисс Ханни в здравом уме и твёрдой памяти завещала свои три дома, один миллиард долларов и все свои машины своей помощницы. Элизабет Сол. Что?